Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Александр Кислицын, директор банно-оздоровительного комплекса «Банная застава». Здравствуйте, Александр. На сегодняшний день мы все очень часто говорим о здоровом образе жизни. Стараемся его вести. С вашей точки зрения, что в это понятие входит? Вообще здоровый образ жизни или здоровье человека складывается из нескольких частей. Первое, конечно, это то, на что мы повлиять никак не можем, это наследственность. То есть это примерно 30% в общем здоровье, и то, что заложили в нас наши родители, фактически повлияет на 100% на нашу жизнь с рождения и до конца. Остальное – это 50% непосредственно здорового образа жизни. Это то, как мы себя ведем, что мы едим, чем мы дышим, какой работой мы занимаемся. И, наверное, 30% – это экология. Экология – это актуальный вопрос. Все-таки все знают, что люди, которые живут в хорошей экологической обстановке, меньше болеют, они дольше живут. И поэтому тоже немаловажный фактор. И вот если все-таки говорить о 50%, на то, что мы непосредственно можем с вами повлиять, ну, наверное, это каждый вправе выбирать, будет он здоровый, сколько он будет жить, либо он будет пить, курить, и, соответственно, тогда в этом случае обречен, скажем так, на потерю здоровья в раннем возрасте. Вот, поэтому даже правительство вот недавно выписало закон, о котором, скажем так, описало три фактора здорового образа жизни. Вот это как раз они говорят о этих 50%. Первое – это отказ от курения. Второе – это обязательно ежедневное потребление фруктов и овощей, как они сказали, не меньше 400 грамм в день. Вот. И третий фактор… Физическая активность? Да, физическая активность, всё верно. То есть это не менее часа в день проявлять физическую активность. Со своей стороны, хочу сказать, что это, в принципе, всё хорошо, но русские люди, они, скажем так, ещё с древних времён заботились о своём здоровье. Каким образом? Это еженедельная процедура посещения русской бани. Вот. Поэтому я этот вопрос давно начал изучать. Мы комплекс свой строили пять лет. В Рязани таких комплексов очень мало. Вообще, Рязань, по сравнению с остальными регионами России, почему-то у нас не сильно развита банная культура. Хотя вот другие области, даже Центральный федеральный округ, или это взять, например, Сибирь, данной традиции, они, конечно, там больше в обиходе, больше в культе. И поэтому наша задача была при строительстве, конечно, рассказать рязанцам, как правильно париться в русской бане, научить их этому, ну и привить, скажем так, такие моменты, сделать их жизнь более здоровым. Сейчас, ну, в общем-то, наверное, популярны, да, там финская баня, турецкая парная, хамам. Расскажите, в чём принципиальная разница вот с русской баней, да, чем она отличается? Я понял вопрос. Смотрите, ну, вообще основные различия между всеми банями – это температурный и влажностный режим. То есть самая гуманная баня – вот это турецкая баня. Баня, которой присущи небольшие температуры до 40 градусов и большая влажность. Вот. Что в этой бане? В этой бане обычно люди не только парятся, но и моются. Совершают, скажем так, непосредственно процедуры омовения, массажи, мыльные процедуры и прочее. То есть всё происходит в одном месте. Вот. Если брать следующую ступень, это уже непосредственно русская баня. Русская баня присуща более высокей температуре, но не экстремальной. То есть это температура 60-80 градусов и повышенная влажность, то есть тоже 60-80 градусов. Вот это оптимальный температурный режим для русской бани. Вот. Ну и самая экстремальная баня – это финская баня. То есть это баня, где практически нулевая влажность или маленькая влажность, но очень высокие температуры. Температуры могут достигать там от 100 до 160 градусов. Вот. Но за счёт того, что очень маленькая влажность, такой горячий воздух, он тело тоже, скажем так, не обжигает. Вот. Но получается, русская баня – это золотая середина. То есть если мы вот говорим о первой бане, ну, турецкая, это фактически та же ванна, та же душ. То есть это фактически просто помывочные процедуры. И польза здесь только исходит из-за того, из-за тех веществ, которые мы принимаем в момент этих процедур. То есть это медовый массаж, то есть какие-то травы и так далее. То есть а сама температура, она фактически никакого полезного воздействия, но она не оказывает. Финская баня. Тут это баня для ленивых. То есть фактически что нужно от человека? Ты зашёл в парную, ты сел на полок, сидишь, потеешь. Всё. Ну, веникам в таких условиях похлестаться нельзя. Почему? Потому что ты получишь ожог. Соответственно, и другие, ну, максимум какие-то аромопроцедуры. То есть, может быть, что-то там плеснуть, чуть-чуть на камушки подышать. То есть фактически всё. Русская баня – это уже, конечно, баня для тех, кто любит поработать. Но и пользы, соответственно, ты получаешь гораздо больше. Ну, во-первых, почему? Это веники. Веники с древних времён, ещё русские, они применяли как мочалка. Вот. А потом, конечно, уже поняли, что очень много веников. Они, во-первых, все разные. Вот. Во-вторых, у каждого веника всё своё отдельное полезное свойство. То есть, где-то есть дубильные вещества. Веник из дуба. Веник берёзовый, дёготь. Антисептические свойства. Рябиновый – свои свойства. Полынь добавляют. Опять же, антисептик сильный. И у каждого-каждого веничка свои свойства. И поэтому даже в лечебных целях очень и доктора рекомендуют при многих заболеваниях определённый веник использовать, определённую травку, примочку и так далее. Плюс человек, конечно, когда находится в экстремальных температурах, ну, скажем так, может реально не то, что поправить своё здоровье, а наоборот навредить. Вот если мы эксперимент возьмём, возьмём куриное яйцо, положим его на 5 минут в горячую воду, температура 85-90 градусов. Что будет с яйцом? Оно сварится. Яйцо сварится. Поэтому мне говорят, когда люди приходят и говорят, Александр, а можно у вас в русской бане попариться при температуре 100-110 градусов? Я говорю, да не вопрос, вы можете попариться, но вы выбежите из этой бани через 2 минуты. Почему? Потому что, ну, реально находиться в русской бане при такой температуре невозможно. Это уже называется вред для человека. То есть вот это людям приходится очень часто объяснять. При каких температурных режимах нужно париться? Вот именно где найти вот эту золотую середину, чтобы это было действительно полезно? Скажите, а в вашем банно-оздоровительном комплексе у вас представлено разнообразие веников? То есть можно прийти и выбрать, чем конкретно ты хочешь попариться? Да, очень много у нас веников. У нас поставщики есть, как рязанские, которые у нас, скажем так, местные деревья используют, дуб берёзы. С Касимовского района нам заготавливают ещё люди, которые профессионально занимаются вязкой веников. Так у нас есть поставщики Солдайского края, которые нам привозят веники из пихты, веники из кедра. Вот, и, соответственно, есть смешанные веники, например, дуб с пихтой. Мы заготавливаем можжевельник. Тоже очень приятно париться, колючий такой венчик, если его правильно замочить. То есть помимо того, что мы прогреваемся этим веником, ещё осуществляем такой игольчатый массаж. Вот. Ну, то есть вы своим клиентам на месте объясняете, для чего, какой веник нужен, и в соответствии с этим они уже выбирают. Конечно. Плюс, опять же, мы предлагаем в момент, когда люди бронируют баню, веник подготовить. Потому что мало того, что взять веник просто в руку, его нужно правильно подготовить, и на это нужно определённое время. Очень много споров существует, как правильно готовить веник, какой водой замачивать, горячей водой, холодной водой, тёплой водой. То есть, ну, во-первых, могу сказать, что, во-первых, всё зависит от времени. Да, если у вас много времени, процедура замачивания веников, она одна. Если мы быстро готовим веник, то есть у нас нет времени, то процедура другая. Вот. Но в любом случае веник, да, это же, ну, обычное растение. Вот, если сравнить, например, с чаем, мы когда чай в чашечку опускаем, потом наливаем кипяток. Чай пьём, потом что мы делаем с чаем? Выкидываем. Поэтому также, если веник запарить горячей водой, то все полезные свойства, они уйдут в воду. Из этого следует то, что горячей водой, ну, всё-таки, наверное, не стоит венички замачивать. Замачивать либо холодной водой за год, либо тёпленькой водой, если нужно быстро замочить. Поэтому мы всё это людям, помимо того, что рассказываем, мы ещё и предлагаем это сделать за них. Когда они придут, всё, они уже получают готовый веник, вот, и могут его использовать в ванных процедурах. В любом деле есть профессионалы, есть любители, и если люди идут в баню, то, наверное, далеко не все умеют вот парить так, как это положено. Есть ли у вас профессиональные банщики, услугами которых можно воспользоваться, и чем это лучше, чем наши какие-то любительские процедуры? Да, действительно, вы правы. Вообще профессия банщик тоже, это такая профессия, которая издавна на руси существует. Вот, она существует как в общественных банях, так и есть частные банщики, которые занимаются частной практикой парениями. Вот, у нас есть такой человек в Рязани, есть несколько таких людей, которых вы можете взять с собой, вот, в принципе, тоже в наш комплекс это тоже практикуется, которые, помимо того, что они вас пропарят, они предложат вам ещё массу оздоровительных процедур, это массаж, это обтирание различные, там, есть парение с огнём, то есть это очень большой интересный комплекс. То есть, фактически, программа парения у банщика, она рассчитана в среднем от часа до двух на человека. Ты приходишь, и тогда, не умея ничего, ты можешь получить полностью, скажем так, комплекс процедур. Но, с другой стороны, скажу, что, в принципе, овладеть мастерством парения не так сложно. Почему? Ну, в принципе, достаточно один раз посмотреть, как парят профессионально, и, в принципе, ты уже основой, ты поймёшь, как это нужно делать. Всегда нужно отталкиваться, ты, когда паришь человека, от состояния человека. Всегда спрашивать человека, как комфортно, некомфортно, горячо, не горячо. Почему? Потому что у каждого человека свой температурный режим. Некоторым 80 нормально, некоторым 80 жарко. Ну, а, соответственно, как и что, какие травы применять, как парить, то есть, какие места спины, суставы, это всё, конечно, индивидуально. Разные системы парения, разные процедуры во время парения, то есть, это и контрастный душ, вот, и зимой люди, и снег выбегают, вот. И, соответственно, чередуют парение с массажем, парение с пилингом, с обтиранием. То есть, это разные процедуры, их у нас достаточно много, порядка 8. Есть отдельные процедуры для детей, для женщин. Есть процедуры парения при определённых заболеваниях. Вот, это всё есть, как бы мы готовы предоставить. Да, это, конечно, всё за дополнительную плату, это в аренду бан не входит, но вообще это стоит попробовать. Александр, ну, давайте, наверное, скажем нашим телезрителям, где располагается ваш банно-здравительный комплекс, когда оттуда можно добраться и в какое время вы работаете? Ну, мы располагаемся достаточно близко от города, 10 минут езды на автомобиле. Это село Аликаново, Спасское направление, то есть, вы выезжаете из Рязани в сторону Солочи, поворачиваете на Спаск. Вот, режим работы. Мы работаем круглосуточно, но заказы принимаем в дневное время. Вот, что ещё? В принципе, всё, что есть в бане и нужно для бани, у нас есть, поэтому мы ждём всех в гости. Вот, можете приезжать, берите с собой друзей, знакомых, родственников, родителей, детей. Детей обязательно в первую очередь, потому что здоровье нужно прививать с раннего возраста. Ну, с 6 месяцев, в принципе, детишкам очень хорошо парятся в бане. Вот, поэтому я, со своей стороны, всем телезрителям хочу поздравить здоровье, вот, вести здоровый образ жизни и приезжайте к нам посещать наш банно-оздоровительный комплекс. Александр, спасибо большое, что нашли время сегодня к нам прийти. Очень много интересного мы узнали. Я думаю, очень многим захотелось посетить ваш банно-оздоровительный комплекс. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого лучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова